Дорогие россияне, дорогие мои земляки Донецкой Народной Республики, Буганской Народной Республики, дорогие мои земляки моей славной и любимой Украины, сегодня, к сожалению, в мире не все так спокойно. Сегодня, к сожалению, на моей родине Украине идет страшная братубийственная война. Я, как военный человек, прослуживший 40 лет в рядах вооруженных сил, как настоящий полковник, как ветеран боевых действий, служил в Афганистане, Чеченской Республике, Югославии, Абхазии, Приднестровье. Пришлось принимать участие и в Донецке, мирить наших земляков. Скажу одно, то, что сейчас происходит, это не по нашей воле, не по воле Божьей. Льется кровь ни в чем не повиненных людей. Моя мама в 81 год ушла из жизни. Разорвался снаряд, который был пущен с той стороны, противоположной Донецкой Республики. Получила тяжелое ранение и в течение месяца ушла из жизни. Брат получил тяжелое ранение, ну, к счастью, оклемался сейчас втрою. Друзья мои, я обращаюсь к землякам моей родной славной Украины, которая, к сожалению, не хочет, чтобы был мир на Донецкой земле. Запомните, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. На том стояла, и стоять будет земля Донецкая. А на сегодняшний день, вы знаете, благодаря России, благодаря нашей матушке России, она первая признала эти две благосадарные республики, Донецкую и Луганскую. Они сейчас признаны, они сейчас борются за свою независимость, они борются за мир, не за освоение и за прихоть, каких-то, так скажем, толсосумов. Они хотят, чтобы на Донецкой земле, на Луганской земле, на Украине, во всем мире был мир. Я прошу вас, дорогие мои земляки западной Украины, опять-таки, не хочется, чтобы западно-восточная нашей Украины, давайте, сядем за стол, переговором, давайте прокосим эту братубийство внук. Она никому не нужна. От нее только горе и слезы и кровь. Подумайте, гражданинка. Не слушайте зарубежных всех этих толсосумов, всех этих стервятников, их по-другому не назовешь, которые думают только о своем благе, о своем экономическом превосходстве. У нас одна Родина, ее надо любить, любить крепко, любить достойно ради нашего поколения, ради наших детей, наших внуков, ради мира на земле. Дай Бог. Надо, конечно, оказать, и мы оказываем помощь нашим братским республикам, губльтарной помощи, потому что война, война, очень сильные разрушения, нарушены все коммуникации, нарушены фабрики, заводы, производящие, так скажем, и промышленные продукции, и продовольствие. Поэтому мы сейчас обращаемся к населению наших городов и сел нашей славной матовской России, о том, чтобы оказать пассивную помощь в губльтарном грузе. С момента начала боевой действий на Украине в апреле 2014 года систематически Россия, граждане России собирают губльтарную помощь и посылают ее к братскому Донбассу, к братскому Гуганску. На сегодняшний день вот то, что сейчас происходит, нас обвиняет в том, что мы, как стервятники, что мы развязали чуть ли не третью мировую войну. Это не так. Восемь лет, восемь лет мы просили наших братьев с западной Украины и весь мир, так скажем, прогрессивный в кавычках, остановить эту войну. Она никому не нужна. милась в кровь. За восемь лет свыше пятнадцати тысяч было погибших. В Донецке целая аллея ангелов, на которой похоронены наши дети. Они же не воюют, это мирные наши дети. А вот они пострадали. Им бы жить, радоваться жизни и строят нашу прекрасную землю, украшать ее. Но, к сожалению, вот так произошло. Поэтому мы хотим, мы хотим, мы хотим. И мы просим все мировое сообщество сесть за переговоры и прокатить эту брату весна.